Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Хочу идти вперёд, исполнять свои мечты, но одолеваю серьёзные страхи и сомнения, такие, что прям кошмар. Мол, люди не примут, всё пойдёт ходу под хвост, репутацию потеряю и так далее. Какую психологу посоветуете почитать на эту тему? Никакую, потому что книги не содержат в себе рецепты. Книги — это универсалии, которые игнорируют личностные особенности человека, игнорируют особенности его индивидуального развития, особенности его проблематики. И, соответственно, никакие книги в данном случае помочь не могут. То есть чтение книг не решает проблем. То, что вы описываете, да, то, что вы описываете, очень сильно похоже на страх ошибки. То есть непризнание того факта, что я могу ошибиться. Непризнание того факта, что я могу вот как-то вот совершить ошибку какую-то, да? Во. И, соответственно, страх ошибки может быть связан со многими вещами на самом деле. Страх ошибки может быть связан как с семейной системой. Когда в семье запрещалось, ну, порицалось, скажем так, порицались любые ошибки. А это может быть связано с чрезмерной убежденностью, что вот как бы мечты есть, да? Но другие люди важнее. Взгляд общества важнее. Понимаете, какая штука? А может быть, это связано с такой экзистенциальной позицией, иллюзорной. Где человеку кажется, что ему принадлежит что-то, что на самом деле ему не принадлежит. Может быть, целевое смешение не совсем корректно. То есть, что это значит? Что значит, вот, ну, целевое смешение, да? Целевое смешение, это когда я вроде бы хочу достигать своих целей, вроде бы. Но в то же время, в то же время, на самом деле, я хочу получить одобрение других людей. И это нормально, как бы. То есть, нормально, что мы хотим, ну, вот, получать одобрение других людей. Это нормально. Вопрос лишь в том, как я это делаю. То есть, какие способы я использую для того, чтобы получать одобрение других людей. Вот именно, какие способы я использую. Потому что способы, которые могут быть использованы, они разные. Эти способы могут быть. И не все эти способы являются, ну, вот, как бы так сказать, конструктивными, да? Вот, поэтому здесь еще важен такой вот когнитивный аспект. А цели я пытаюсь достичь. То есть, если, например, мечты, то это мои мечты. И, естественно, не все люди будут их разделять. То есть, ну, условно говоря, вопрос, который здесь можно себе задать, задать. А вот, почему меня волнует то, что люди не примут то, о чем я мечтаю? Почему я не допускаю того, что кто-то может это не принять? Чем для меня это так страшно, да? И здесь есть глубинная установка, что со мной что-то не так. Что мечты мои какие-то не такие. Вот. Что хочу я чего-то странного, чего-то постыдного и так далее. И здесь, конечно, есть вот эта вот неуверенность в себе. Есть привычка. Вот в эти моменты, в моменты, когда речь происходит, речь идет о том, чего я хочу. А мое внимание переключается на других людей, а не на себя. Я не привык ориентироваться здесь на себя. Слишком много здесь именно внешнего. То есть, понятно, что внешне нужно. Понятно, что внешне необходимо, но, повторюсь, здесь слишком много вот у вас, как бы, внимания других людей. Слишком много вы думаете про других людей, получается. Вот. И это скорее ограничивающий фактор здесь. При том, что в других ситуациях, когда можно было бы и подумать о других людях, и сделать что-то для других людей, скорее всего, вами это игнорируется. Потому что для вас, вот, как бы, единственный способ, как-то вот, проявить к людям отношения, это подстроить свои мечты под них. Быть как все. Вот. Но правда в том, что быть как все мы не сможем, потому что мы все разные. Мечты у нас разные. И есть всегда те, кто нас поддерживает, есть всегда те, кто нас одобряет, кто принимает, а есть те, кто нет. Но поскольку вы себя не принимаете, вы не принимаете в себе то, что вы хотите, то, соответственно, и другим людям сложно вас принять. Поэтому здесь важно увидеть корень проблемы. Что является корнем проблемы. Подобрать оптимальную стратегию, оптимальный подход, который именно для вас будет эффективным. И работать. И работать. Просто последовательно работать. Повторюсь, чтение литературы здесь не поможет, потому что необходима ваша обратная связь. Когда человек читает что-то, он всегда пытается встроить новые знания в уже свою сложившуюся картину мира, концепцию. А здесь, скорее, ошибочно и иллюзорно сама концепция. Ну вот. И здесь отсутствует навык обращения со своими чувствами. Потому что, когда я что-то делаю, когда я что-то реализую, конечно, я сталкиваюсь с тем, что кто-то этого не принимает. И я испытываю какие-то чувства. Например, мне больно, мне неприятно и так далее. И от этих чувств я бегу. Именно что бегу. А не проживаю их. Не остаюсь в этом моменте. Из-за этого мне кажется, что это что-то страшное. Вот. Поэтому идея здесь именно в том, чтобы учить, научиться, 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 научиться обращаться со своими чувствами. Не убегать от своих чувств, не бежать от них, как это вы делаете вот сейчас, например. Посредством такого вот стремления к безошибочному, идеальному следованию по жизни. Не прикасаться к той части себя, которая является, в общем-то, достаточно нежной и интимной в плане того, что для вас она болезненна. И пока это является вашим слабым местом, от которого вы бежите, вам будет сложно достичь того, что вы хотите. Может быть, даже вы чего-то хотите только для того, чтобы доказать людям, что вы цел. То есть тут еще не факт, что ваши мечты действительно являются мечтами. В них нет элемента доказательства что-то другим людям. Если в мечтаниях, в целях это присутствует, то это не совсем ваше. А я не уверен, что вы на данный момент можете отделить одно от другого. Не потому что вы какой-то глупый, а потому что вы живете в определенной парадигме. И книги вам этого не дадут. Потому что необходимо работать именно с, что называется, живым человеком. И работать необходимо именно живым человеком. То есть находясь в контакте с другим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вы, мы надеемся, обращаетесь за помощью. Но в данном случае это лишь первый шаг к вашей психотерапии. Поэтому обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для дальнейшей работы.